Магнитогорский «Металлург» завершил очередную выездную серию. Игра в Нижнем Новгороде против «Торпеда» получилась вполне достойной и принесла команде победу. А вот матч в Балашихе против «Авангарда» завершился для гостей провалом. Обо всем по порядку. Наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Нижний Новгород – знаковый город для семьи Мазякиных. Именно там, в октябре 2015-го, капитан «Металлурга» забросил свою 400-ю шайбу на высшем уровне. Там же, спустя 4 года, его сын Андрей забил дебютный гол в молодежной хоккейной лиге. И именно нижегородские зрители вживую увидели 400-ю шайбу Мазякина-старшего в КХЛ. Уже в дебюте встречи Сергей, воспользовавшись ошибкой хозяев в собственной зоне, открыл счет. На экваторе стартового периода магнитогорцы остались в меньшинстве, но выстояли. А вышедшийся с камейки штрафников Богдан Потехин наказал торпедовцев за очередную оплошность. Во втором отрезке гости допустили несколько ненужных потерь и отдали инициативу сопернику. В итоге Виктор Шахворостов сократил отставание до минимума. Но удачное подставление Андрея Нестершила после броска Виктора Антипина на первой минуте заключительного отрезка помогло «Металлургу» создать стратегическое преимущество, которое команда уверенно сохранила до финальной сирены. 1-3. Хорошо, что забили в первой смене. Это немножко предрешил исход матча, но торпеда все равно со своей линии отходил. И то, что они делают всегда, они продолжали делать сегодня. Поэтому ребята молодцы и отработали. Игру в Балашихе гости попытались начать очень активно и агрессивно, но все их планы нарушила пропущенная шайба. Магнитогорцы позволили сопернику провести быструю контратаку, и Артем Манукян пробил Василия Кошечкина броском в дальний угол. Всего через 280 секунд преимущество хозяев увеличил Сергей Шумаков. На отметке 28.16 Семен Кошелев заставил вратаря магнитки капитулировать снова. Всего через 61 секунду «Металлург» вернул интригу. Егор Яковлев забил бильярдный гол. Он бросил с отрицательного угла, и шайба удачно отскочила от конька Игоря Бабкова. Так гости реализовали первое же численное преимущество. Но следующая попытка оказалась неудачной. Уже шестой раз в сезоне подопечные Воробьева пропустили в большинстве. Свой первый гол в нынешнем чемпионате отпраздновал капитан авангарда Андрей Стась. А Кошечкин, отразивший всего 8 бросков из 12, отправился на скамейку запасных. Сменивший его Василий Демченко продержался Сухим недолго. Слен Андригетто довел разрыв до разгромного. Просто ничего не получается. Соперник очень хорошо играет. Наверное, находит передачи невероятные какие-то. Но пока вот так вот. Не изменилась ситуация и в заключительном отрезке. Хозяева не успокоились даже при столь солидном преимуществе. Нанесли 18 бросков. Почти со всеми Демченко справился. Но один все же оказался результативным. Тейлор Бек в большинстве установил окончательный счет. 6-1. Впереди у Металлурга домашняя серия, которая начнется 30 января матчем против финского Йокерита. Прямую трансляцию встречи смотрите в нашем эфире в четверг в 18 часов 50 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.